и аккуратненько режем вот здесь нет, 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 нет да что ж такое тринадцатый за сегодня несчастье будет значит так, рукожопый пошел вон из кабинета, я убирать буду я собственно сейчас уберусь и уже могу уходить натопчет тот кровью накапаю это что? где? это чье? это его, это его, я в бахилах второй показал пожалуйста значит так, я сейчас выйду а он здесь все уберет боюсь, он не сможет что ты сказал? он что, бессмертный? скорее наоборот значит так, засранец я сейчас выйду а ты быстренько все здесь уберешь ах, спать вздумал хорошо, сейчас я тебя быстро разбужу ах, симулируем слышишь ты, безхозяйственный ты видел, что на двери написано без бахил не обходить так что ты вошел? извините, мне по срочному надо было значит так, я сейчас пойду погуляю а ты своим языком здесь все вылежешь, понял? правильно, правильно, просто а ты ему поможешь так хорошо врачи обязаны помогать своим пациентам как, 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 скажете? сельвупле и тут кто-то наплевал уберем что вы лежите? берите швабру, мойте иначе на нас закопают время немало работайте, работайте лейтенант Шнайдер сержант Майнер шалом я что-то нарушил? пока что нет но ключевое слово здесь пока что да ладно, Муня а что вы сразу попугаете? вы просто едете по платной трассе как по платной? я проезжал я никаких знаков не видел со знаками было бы 2 гривны за километр а так всего лишь гривна 50 пользуйтесь нашими скидками ну слушайте, это издевательство совершенно с вами согласен пока каждому водителю это все объяснишь о! да, молничка я прилагаю в прайс вывести новый пункт объяснение прайса начнем с этого непонятливого не надо не надо я понял держите он так и понял только квитанцию мне выпишите пожалуйста нет, он так и не понял квитанция у нас выписывается от двух тысяч километров выписывать ладно не надо все, я могу ехать да, а вы назад что, не собираетесь? не, я назад не собираюсь а, то получается вы уже возвращаетесь а как же оплатить за дорогу в ту сторону? пожалуйста, держите спасибо 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 все сразу все теперь давайте перейдем к вашей аптечке блин пожалуйста какой вы догадливый молодой человек и за вашу смекалку я готов вам продать аптечку за сущие копейки сколько? всего лишь 600 гривен сколько? вы что издеваетесь что ли? да в любом самом дорогом магазине она максимум 200 гривен стоит изя только тройная накрутка что за невиданная щедрость монечка, нужно уважать людей с которыми работаешь согласен не хапать ладно держите спасибо уважаемый все? с аптечкой закончились сейчас перейдем к вашей страховочке а вот со страховочкой у меня все в порядке вот пожалуйста она еще сутки действительно сутки? то есть завтра она уже не действительно монечка нам предстоит очень долгий осмотр этого автомобиля ой вай вай ладно 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 все я понял держите ну это последние ну что ж раз последние не смеем вас больше задерживать счастливого пути мне кажется вам совесть обрезали ой вай а с виду такой хороший понятливый человек и не говорите изя я вынужден вам сообщить что я ухожу из этого бизнеса а что такое монет целый день работать и получать в конце его всего лишь одну тысячу долларов нет я в ломбарде зарабатываю больше монечка все мы понимаем что у нас есть основная работа это приработок но если приработок то немножко напряжься может ну так напрягайтесь монет о русс-ройс оп на троих здравствуйте здрасте 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 нам ваша помощь нужна а поконкретнее ну так это надо будет это что ты мямлишь что ты постоянно мямлишь разводимся мы имущество делим пополам так вы не по адресу мы мастерская несут нет мы как раз по адресу нам нужно машину эту пополам разделить чего машину разрезать вы с ума сошли вам не жалко ее а меня вам не жалко я лучшие годы отдала этому козлу какие лучшие годы что ты несешь да все что я в тебя вложил тебе десяти процентов много будет что да наш брак держал столько из-за меня потому что ты постоянно со своей машиной проводил время мне никогда времени не уделял так что как резать вдоль или поперек вдоль поперек короче ей задок мне передок а зачем это мне задок если он тебе нужен потому что ты постоянно эти задницы смотришь что что нанесешь вообще короче зачем тебе передок вообще ты ж ездить не умеешь я не умею ездить да это ты не умеешь ты пересдавал эти экзамены что вы делаете что вы делаете для мамы снимаю она меня спрашивает ромчик а что ты не женишься вот хочу и показать не ну это ты погорячился понимаешь брак это не только скандалы не конечно не только а что еще ну это еще и это ну это ну че ты мямлишь постоянно что вы его спрашиваете он вообще не знает потому что он дома времени не проводит это я не проводит так я работаю что ты говоришь работать дай я твою работу вот такие губы вот такая причесочка не дегая она нормальная короче короче резать режь ты как суд решил пополам Вика что? ну что за человек такой что нам и детей тоже пополам резать что ты такое говоришь детей пополам дети это это дети вот из-за них молодой человек и стоит жениться ага ага дети ж не виноваты что мама у них это и папа тоже такое же ну че им мучатся что ли ну ладно Сашка извини что то я завелась не знаю даже что да я тоже слушай извини меня я прям вот не знаю закипел ну а что ты все смотри дату изготовления смотри дату изготовления я извиняюсь а трусы тоже резать пополам какие трусы они тут лежат да да это же эти трусы которые 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 ага это те трусы которые я тебе подарить хотел понимаешь что что Я сейчас кое-что пополам поделю Нет, Вика, не имеешь права Это несовместно нажитое имущество Вика, нет Я тебя сейчас догоню Нет, Вика, ты На троих Твою мать Одна пачка не влазит О, а я ее в туалет отнесу Точно, там же бумага закончилась Это что, полкиники? Добрый день Стучать вообще-то надо Если поможете мне решить мою проблему Могу и постучать На кого скажете В чем ваша проблема? Сейчас приведу Ираида Павловна Заходите Вот, стульчик Присаживайтесь Это моя теща Ираида Павловна Мужик, разве же это проблема? Крякнет она скоро Да проблема не в этом Мы собрались с женой отдохнуть Она решила взять с собой эту глухую маразматичку Мою любимую тещу Ираиду Павловну Ираиду Павловну Мы же не звери у людей Ираиду Павловна Ираиду Павловна Едете отдыхает Едете отдыхать Только учтите Там очень холодно В багажном-то купе Да Не обращайте внимания Она как начала получать Новые платежки за отопление Я сама от него отказалась Уже два года как Отдыхать говорю Едем Сейчас Подождите Может ничего и не надо будет А нет Заснула Ну что ж Давайте Вы тогда Подбирайте Коробочку А я через минут Пять-десять подойду Окей? Хорошо Бабулечка Разуйтесь Отдыхать едете Сынок Я Глуховатая Глуховатая Понимаю Поэтому я Все На Диктофон Записываю А потом Прослушиваю В наушниках Какой Диктофон? А? Говорю Диктофон Какой? Зачем это вы? Что это вы? Бабуля? Бабушка Не думала я Что ты этого Кабана Завалишь И не завалил бы Если бы не хлороформа Фу Я для вас Бабуля Все готов сделать Лишь бы Вы Запись эту Стерли А это мы На обратном пути Посмотрим Если отдохну Хорошо То может быть И сотру Тихо Да мужик Наслаждайся Вот Гадина старая Я не старая А гадина Еще та Сейчас таких уже не делают Ох, нам бы Еб на таможню Вот это я б дела творил На краях Здоровеньки были Добрый день Ну что, кума С чего мы начнем? Я предлагаю С классики По пивку По бокальчику По бокальчику Классика то есть по три Одразу по четыре Давай по четыре Отличная у вас классика Классика All-Inclusive Это все знают А, у вас тренировка Перед All-Inclusive Мы, хлопцы, опытные Нам тренировки не нужны Мы сами кого-то Хочем учим Мастер-классы можем проводить Так Пожалуйста Это Раз Первый пошел Так Ну что, давай Чтобы в Египте Николы не закинчивался Пиво А что, и такое было? Того разу так и было Довелося До сусіднего отеля Повсти Ну давай Залпом Со всех орудий Будем Гей 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 Ну, кумчик Что у нас дали по классике Дали у нас по классике По классике Коньячок О По 150 150 150 Литрушу Мне поставь в руку О Давай, кума Знаешь за что? За что? Чтобы мы с тобой в Египте Не побились А что, было и такое? Ну, не часто Не часто За грето Мы с кумом Дуже один одно Поважаем Уважаем Поважаем Поважаем Дайте угадаю Литр Ты Рахуй Два Вот стихи литривы давай Ну Слухай, кумасево А шо там по часу? Мы шо встагаем В паспортные сделки У нас написано Чекаем у вас для фотографии Писля другой Ось Писля другой И пидемо Я извиняюсь Но если вам надо было Фотографироваться на паспорт Может не стоило так напиваться? Ха! Та для того Это все и робиться В смысле? Чтоб нас на кордоне пропустили Мы должны выглядеть так, как в жизни Разумеешь? А мы будем лететь здесь Вот в таком выгляде Может Петрович будет Трохи хуже Ох Ну шо Давай Давай Зайдет починок Зайдет чепенок Да не трясись ты, Битя Да где она ходит? Сейчас придет Здравствуйте, дорогие Красивые Молодые Шальные Путь к вам был не близок Поэтому потратила все деньги Давайте погадаю Хоть немножко 3-4 копеечки верну Здравствуйте, Зулия Алмазовна Присаживайтесь, пожалуйста У нас с вами будет очень серьезный разговор А тебе, красивый Рычи, погадать? Всю правду расскажу Что было, что будет Не надо мне что гадать Я сам все знаю, когда у меня что будет Это мы вам сейчас расскажем О поведении вашего сына Ратмира Что натворил этот сорванец? Он это самое уроки прогуливает Ну так мы народ кочевой Мы не можем сидеть на месте Нам надо постоянно куда-то идти Куда-то спешить Мы поэтому третью школу за год и меняем Но и это не главное Тихо помолчи Я все сама знаю Все сама сейчас скажу А пятерочку дадите за то, что я сама все это скажу? Нет Ладно, говорите, что там случилось Он у меня из спортзала козла украл А? Скажешь такое козла? Откуда я из спортзала козел? Так это же там снаряд гимнастический Так, ладно, не в этом речь Всю правду сейчас скажу Папка наш, отец Ратмирчика ушел от нас Угу Так вы решили одного козла поменять на другого, да? Подожди, женщина Сейчас вот я всю правду говорю Видишь, я в печали, я страдаю Так вот, папка ушел Забрал всех наших коней А Ратмирчик мой сыночек Он скучает за ними Вот он и забрал вашего козла Чтоб ему веселей дома было Пуцефалом назвал Вас, конечно, очень трогает ваша история Но гимнастический снаряд в школу придется вернуть Ладно, записывайте адрес Парковая 20, квартира 15 Пиши, Витя Ага, и что, там мой козел? Там мой козел со своей новой женой живет Скотина такая Вот заберите его себе и прыгайте через него Зулия Алмасовна, все-таки придется вернуть козла в школу Хорошо верну Только глаза закройте Вы опять за свое? Что? Я правду говорю? Да чтоб я на автостанции всю жизнь работала Если я вас обману Хорошо, Витя, закрывай глаза Ладно Вот зараза, опять обманула нас Сережки ваши Украшение мое украла Бегом за ней Так, а тебе ее искать-то буду? Ты же слышал, что она на автостанции работает Ага Журналом прикройся А вот Иди сюда Стоять Где она? На троих На троих Слушай Клинайся Ну что-то я не могу найти заявление о пропаже телефона Сань, я тебе знаешь что посоветую? Забей Да как же забей Ты что? А Вот оно А так Бабуля свой телефон в сумочке найдет Раз, заявление есть Дело раскрыто Все Здорово, мусоряне О, привет, кабан Ты что, магазин одежды ограбил? Пришел к нам с повинной что ли? Да вы чего, пацаны? А, я понял В секту нас опять будешь тянуть Ага Так ты с нами еще за кабаную не рассчитался Ага Да что вы так стартуете, менты? Я же сказал с этим подвязал И вообще, что вы о мирском говорите? Благословение пришел у вас спросить На что? На то, шабларек ограбить? Ну что ты опять за свое? Жениться я собрался Ого Поздравляем А почему к нам? Так вы же мне как отец и мать Ну или ты мать Кто у вас мать, я не знаю Так, ты на что это намекаешь? Я ничего не намекаю Что вы к словам придираетесь Я все чин-чинарем Собрался жениться И невеста у нас имеется Смотри Интересно Ну Слушай А это не тот телефон, который вчера отработали, а? Что ты за человек такой? Он к тебе со всей душой, а ты про работу Красивая Красивая Слушай, действительно, что это я проработал Да, мы же тебя кабанчик еще совсем маленьким помним Ты же вот такой был худенький Да Дубинкой по тебе попасть невозможно было Все, вылетает наш орленок из гнезда Да Точнее не орленочек, а сорока Сколько ты всего блестящего к себе в гнездо перетаскал Да, сейчас пойдет жена, дети Ты хоть заезжать к нам будешь, кабан? Раз в месяц вернят Зуб даю Ну так что, может по пятьдесят? Не-не-не-не, вы что, мужики, мне сейчас к невесте идти О, а вот она и звонит Извините, интим Алло, да Что, все вынесли, да? А со второго магазина Хорошо За углом ювелирку видите? Давайте, работайте Да, можно Что-то, кабанчик, какие-то странные у тебя разговоры с невестой Так а что, невеста с тещей по магазинам шарятся Ну свадьба же ж готовится Ну ты знаешь этих баб Ну да, понятно О, закончили подготовку Ну что ж, не буду вас задерживать Как говорится, спасибо за благословение Так подожди, кабан, что, не посидим? Не-не-не, спасибо А, вы, кстати, у себя в документике пометьте сегодняшним числом Что, мол, Габанов с 15.00 до 15.15 был с нами Ну типа алиби, ну мало ли что там, да? Подожди, кабанчик, ты сейчас не спеши, давай присядь, наверное, сейчас Да не, пора мне уже Жена, будущее, семья Не-не, кабанчик, подожди, подожди Ну решил человек жениться Пусть женится Я чувствую, что и свадьба у нас в отделении будет И детей его мы с тобой воспитывать будем Чего? Ой